Приветствую вас, Дмитрий. Давайте разберем то, что вы написали. Начнем, пожалуй, с вашего запроса. Психологи не дают советов. И крайне ограниченные возможности по возвращению у кого-либо. Потому что человек не игрушка, захочет вернуться, вернется, не захочет вернуться, не вернется. Кроме того, особенность вашей ситуации сама по себе еще и в том, что в данном случае получается, что фактически уехали вы, а не ваша девушка, и она-то как бы никуда не выезжала, а вы уезжали. Ну, как бы это, наверное, немного осложняет дело. Хотя, может быть, вы со мной и не согласитесь на эту тему, что я говорю. Теперь, когда мы прояснили эти важные моменты, давайте начнем. С девушкой были вместе 6 лет. В начале ей было 20, мне 18 лет. Ну, смотрите. На что здесь хочется обратить внимание ваше? На то, что... как много общего между вами было. Вот на что хочется обратить ваше внимание. То есть, как много между вами общего, что вас объединяет. Ну, может быть, может быть, вы расскажете, как вы, например, познакомились. Может быть, вы расскажете, как вы встретились. Может быть, может быть, вы расскажете, что вас связывает, ну, друг с другом, например. Вот. То есть, это... Такие вот вещи довольно важные, о которых вы, ну, по сути, не говорите. Вот. Ну, не знаю, может быть, считаете это неважным. Может быть, может быть, есть еще какие-то причины, почему вы об этом не говорите. Но... это... крайне важная история. А... без этого, ну, довольно сложно будет вас понять. Дальше. Изначально было много проблем. Переезд в другую страну. Ну, опять же. Проблем с чем? Проблем с кем, да. То есть, если... ну, если переезд в другую страну, то есть, тут вот как-то не совсем ясно, да? Вот. Как, в общем, не совсем ясно то, что... Вроде бы вы говорите, что, ну, в другую страну пере... Ну, переехали, а при этом... Имеет место быть у вас виза, да? То есть, ну, что вы вынуждены уехать были из... Ну, из... Ну, из... Страны своего... Из... Из страны своего пребывания. Вот. То есть, на мой взгляд, ну, тут... Тут тоже... Надо бы... Поисследовать... Этот момент. Может, там притворы еще. Дальше. Последние полгода начал хорошую работу. Ни в чем я не отказывал. Думали о будущем ребенка захотелось. Ну, опять же, наверное, это... Вопрос, касающийся... Эм... Я бы сказал... Ваших... Ну, вот... Вашего... Ва... 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 Вопрос... Ммм... Вопрос... Ммм... Касающийся... Того... Как много между вами общего. Вот. И... Есть ли... Между вами... Общая... Если есть, то... Какое, да, то что... Что... Из себя это общее... Собственно... Представляет... Так... Вот... И... Что вас связывает... Потому что... Конечно... Хорошо... Что... Ну... Вот... То, что вы делаете... То, что вы делаете... Хорошо... Это здорово... Вот... Но... Этого... Доступа мало... Просто... Что-то... Недостаточно... А... А... Если... Нет... Общих интересов... Да... А если нет... Ну... Определенного... А... 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 Личного... Личного... А... Ну... Ну... Взаимодействия... Скажем... 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 Так... Между вами... Вот... Все это... Вне... А... Все это внешняя история... К сожалению... Вот... И... А... Есть также... Сложность... В том... Что... Вы говорите... Как бы... Как бы... За... Лас-обоих... То есть, вы говорите... За себя... И за нее... Вот... А... Тоже не очень хорошая история... Потому-что... Вы не можете говорить... А... За вас-обоих... Вы можете говорить... Только за себя... Вот... Можете говорить... Ну, грубо говоря, только про свои ошибки, да, только про свои переживания, мы можете говорить только о том, чего, ну, чего хочется вам, да, но вы не можете говорить о том, чего, например, хочется нам. Вот, а чего хочет, ну, девушка, например, туда, вот, это было бы, ну, не совсем корректно, это было бы не совсем правильно, вот, ну, с вашей, с вашей точки зрения, с точки зрения у нас, вот, и, соответственно, это, ну, очень сильно, опять даже посягало бы на, ну, какую-то вот, может быть, свободу девушке, да, и всякое такое, вот, что тоже может быть не совсем корректно. Далее, значит, думали о будущем, что именно, кто именно захотел ребенком, для чего, и как раз в этот момент, как-то стало очень хорошо, она сказала, что я идеальный, такой, как, а, такой, какой она хотел мне найти сначала, поэтому мне сейчас не интересно. Вот смотрите, а, здесь довольно сложный момент, потому что, а, во-первых, а, в какой-то степени это нормально, что вы перестали ее рисовать, когда стали идеальным, потому что она начала видеть, а, в вас себя, вот, что сложно назвать, а, прогресс, вот, с одной стороны. С другой стороны, а, вполне, вполне, а, может быть, ситуация, а, при которой, а, ну, человек, а, боится, а, и, и, запрещает, запрещает себе хорошее, а, качественное, а, серьезное отношение, вот. Такое тоже может быть, ну, правда, в таком случае помочь, а, своей девушке, вы не сможете, потому что она, а, ну, как бы стала, по факту, а, жертвуя своих, совсем сложных проблем. А, следующий момент, это то, что она, а, по сути, вас, получается, не принимала, таким, какой вы есть, да, она хотела видеть вас другим, получается, получается, она хотела видеть вас другим, а, вот, и, ну, это сложность, то есть, а, безусловного принятия вас не было, что, а, для нее значит тот факт, что вы стали, стали идеальным таким, таким, а, каким она всегда хотела вас видеть, ну, можно тут, можно только гадать, к сожалению, для этого нужно, а, с вашей девушкой пообщаться, вот, гадать мне бы не хотелось, честно говоря. Вот, дальше, а, ну, и ребенок для чего. А, как это так, дальше, она говорит, что, а, значит, понимает, что я идеальный, глава говорит, что дура, а, что, наверное, дура не бросать тебя, а, ну, интересно нет. Ну, скорее всего, эм, с вами стало все определенным, вот, а, девушка привыкла к неопределенности, вот, и неопределенности, а, определенности, с ее, э, тренерги, то есть, она, вот, не хочет, не хочет, эм, что называется, вот, с такой, ну, с такой определенности, вот, чтоб потом, да, определенности она не хочет, и хотелось бы больше все-таки, наверное, неопределенности больше. Если б пока с вами неопределенность была, ее это, судно, бедно устраивалось. Хотя она, недовольная всякая, такое, ну, и ее это сразу, вот, хотя, наверное, стремилась там к тому, чтобы все-таки, ну, чтобы было, было больше определенности, вот, Вот, а когда определённость появилась, да, да, то, соответственно, сразу же стало это скучно для неё, вот, и вы перестали быть интересными. Вот. Да, она определённо внедрилась здесь, либо это страх ответственности, опять же, тоже страх семьи, например, вот, страх отношений, вот. Либо, может быть, что-то, что-то другое, здесь так вот однозначно сказать, наверное, нельзя, вот, опять же, то, что напрямую касается девочек, в первую очередь, да, и, ну, здесь было бы неэтично, наверное, что-то вот, ну, про неё говорить, да. Это вот, в данном случае особенность человека, и нужно, ну, во-первых, сделать скидку на этого особенно человека, это первое. Вот. Второе, это то, что вы же сами выбрали этого человека, то есть, ну, выбрали девушку, и я не думаю просто, что для вас сто процентов неожиданность то, что происходит. Дальше. У меня до конца визы оставался месяц, и весь месяц было так, днём плохо я и не нужен, месяц вечером она меня любит. Ну, опять же, это больше похоже, знаете, вот на какой-то такой страх на какую-то панику, да, ну, в основном на страх это похоже, вот, и, вот, что касается визы, тоже важный момент, не ясно, опять же, как я сказал ранее, контекст ваших отношений, вот, а, совершенно не ясно, контекст ваших отношений, но, ну, значит, что я могу сказать, я могу сказать, то, что на девочку может влиять тот факт, что вы, если именно вы, лично вы, Дмитрий, ну, грубо говоря, уезжать, то есть она, вот, может просто, ну, не чувствовать, что влажная, что-то серьезно, вот, вот, а возраст двадцати шести лет, он, как бы, уже, он больше про, ну, про создание таких, достаточно, ну, если не семейных, да, то таких вот крепких отношений, в которых уже все было менее понятно, вот, а у вас, получается, ну, судя, вот, по тому, что вы, ээээ, пищите, у вас, получается, больше, что вы, вот, ээээ, ну, туда-сюда, вот. А я не говорю, что это, что это однозначно плохо, да, но, просто, вот, опять же, эээ, девушка может защищаться от подобного рода нестабильности, вот. Эээ, хотя, конечно, ни в коем случае не обрадоваю, это ее, да, ну, вот, эээ, такой момент есть, такой момент есть. Эээ, дальше, дальше, эээ, вы сами допустили такие качели, что днем, днем вы не нужны, вечером она вас любит. Раз допустили, значит, ээээ, значит, ээээ, это ваша ответственность, что вы, эээ, допустили это. Ээээ, и, как бы, ээээ, смысл заключается в том, чтобы, эээ, разобраться в мотивах для чего. То есть, может быть, вы, ээээ, там, ну, не знаю, надеялись, например, на то, что она, ээээ, полюбит вас. Например. Что, то есть, ну, все, все нормализуется, как бы. Может быть, вы на это надеялись. Может быть, вы надеялись, там, не знаю, на что-то еще. Вот. Но, в любом случае, эээ, до чего-то вы согласились. На, вот, такое ее к вам отношение. На, такое ее к вам победило. Вот. И, конечно же, это вас нервировало, потому что, тяжело находиться в таком, в таком положении, когда свой близкий человек тебя то любит, то не любит. А, то есть, по сути, это, вот, эмоциональные, эмоциональные, качи-качи-качи-качелы, получается. Дальше. А, позже, она мне сказала, что фиджи жила в рамках, что послала на работе, помогала родителям, да и все постоянно думала, и сейчас жалеет об этом. Не очень понятно, почему это. То есть, типа, она боится, что, что сейчас ей не нужно думать о чем-то, или что. Вот, я не очень понял, ээ, смысл. Ну, то есть, к чему вы, к чему вы это сказали, да. А, вот. А, к чему вы, ну, озвучили этот момент, этот момент. Дальше. Вы говорите. А, значит, вы пишите. После очередной ссоры мы лежим после секса, радуемся и распоряемся, ээ, распоряемся друг с другом. Смотрите. Здесь очень важный момент. Вы говорите, что после ссоры у вас секс. Значит, это, ну, такая достаточно негативная тенденция к возбуждению через секс. Эээ, через ссору. То есть, приход к сексу через ссору, через конфликт. Вот это говорит об определенном, об определенных негативных моментах в отношениях, об определенном негативном состоянии эмоциональной сфере отношений, об определенном мазохитне в отношениях и, в общем-то, о еще некоторых важных моментах. То есть, это очень приводный звоночек. Вот. Дальше, значит, с ней приходит смс от парня, который говорит, привет, как дела, не спишь? Вот. Дальше, значит, я это увидел на слезе, прости, забыл в наших отношениях, позволил себе написать, не волнуйся, это никто. А, ну, смотрите, это, конечно, опять же, слезы вашей девушки говорят о ее такой вот, я бы сказал, я бы сказал, в той же тревожности, в том же непонимании, чего она хочет вообще, да, и о некоторых таких, ну, противоречиях у нее, ну, в взглядах, в жизненной позиции и прочее-прочее. Вот. А винить ее за это мы, конечно, не можем. Вот. Точнее, это абсолютно бессмысленно. Винить ее за это. Но, вам нужно вот просто понимать, что, как бы, человек, скорее всего, определенный такой кризис в своей жизни переживает. Ну, если вы, конечно, ничего-ничего не делали, сразу же, чтобы не этот кризис, вам не кризис, а, конечно, здесь же, этот кризис нужно перейти. А вам нужно двигаться в своем собственном направлении, да. Вот. Вам нужно, как бы, ориентироваться здесь на себя. Дальше. Мне остается неделя до отъезда. Да, и как вы эту ситуацию разрешили, вы, опять же, не пишите, мне остается неделя до отъезда, я хожу на ее странице в фейсбуке, там она общается с этим чуваком, на довольно милые темы. В конце пишет, что ее к нему тянет, она его хочет. Ну, опять же, здесь, как бы, не совсем понятно, почему вы зашли на ее страницу, да, то есть это неуважение лишних границ, это, может быть, какое-то недоверие между вами, да, то есть это уже такие достаточно серьезные трудности в отношении, которые, в том числе, генерируете вы, потому что ее не доверяете. У вас могут быть основания причины недоверять, но дело здесь немножечко в другом. Дело здесь в том, что недоверие кому-то это, в первую очередь, недоверяя себе самому. То есть вы не доверяете самому себе. Вот. Дальше вы говорите, что у меня началась паника, я стены грыз. Опять же, вот, как бы, более подробно об этом, как мне кажется, нужно с вами подстеливать, из-за чего паника и вот такая реакция, что грыз, значит, стены. Вот. Ну, это очень, опять же, это очень тревожный, как мне видится момент, да, очень тревожный момент. Вот, из-за ревности, из-за страха потерять человека, да, из-за страха одиночества, возможно, и еще, 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 ну, разный-разный момент, момент. Вот. Все это нужно, опять же, разобрать. С вами, потому что это напрямую влияет на то, как вы взыно действуете с девочкой. Вот. Дальше. Остается у меня два дня до конца визы, я беру себе выходные, мы с ней вместе забираю ее с работу. Ну, опять же, здесь непонятно, о каких выходных вы говорите, потому что, ну, если у вас, ну, если у вас заканчивается виза, то, по идее, вы и так, ну, как бы, заканчиваете работу, то есть, я просто не очень понимаю, вы решили в последние дни визы не работать или что, то есть, как-то вот, не очень понятно, выясните, может, я чего-то просто не знаю сам, да, но не ясно, не ясно, здесь этот момент совершенно. Вот. Дальше. Значит, забираю ее с работы, она сама говорит о том чуваке, что она написала, очень, не очень приятно для меня видеть, и она об этом сильно жалеет, потому что она написала, что она ее хотела, начали найти без вопросов, но ничего больше, я уехал домой, она мне писала, звонила, все было, все было хорошо, что значит, все было хорошо, Дмитрий. Ну вот, что значит, все было хорошо, вы меня, извините, но все вы понимаете, просто, все было хорошо, то есть, все было хорошо, это как, ну, это как, все было хорошо, это как? С учетом вот всей, всей ситуации, которую вы описали, о каком хорошо может быть речь, то есть, когда вы были с ней, она при вас общалась с другим мужчиной, да, вы уехали, и вы говорите, что все было хорошо. Ну, не знаю. Не знаю, что вы понимаете, здесь будет хорошо, честно говоря, хотел бы этот момент, как-то я, ну, наверное, прояснить, потому что, что вы понимаете, вот, хорошо, для меня немного, немного загадки здесь, загадки здесь. Дальше. Так, значит, начинали меня забивать, что это значит. Пусть я две недели, я подарил абадементный массаж, она после этого не позвонила, просто сказала прощения, наверное, вы хотели написать мне, просила прощения о том, что она заботилась, сказала, что она дурная, что самое лучшее, что она не любит, но за два дня опять остыла меня, то бессил, я ей сказал, что я не понимаю, что происходит, я сказала, что другого нет, но это не те чувства, которые она ожидала, я сказал, а пока я тебя не понимаю. Ну, по сути, здесь несколько вариантов, либо, либо вы просто так разговариваете на расстоянии, вот, если вам нужно как-то вот срочно съезжаться в месте, чтобы вы не уезжали, да, вот. Либо, либо. Проблематика немножко другая, и ваши отношения, ну, просто вот, в принципе, переживают определенный кризис, вот. Такая вот история, я не вижу, я не вижу с вашей стороны, да, что вы как-то вот не, ну, я не вижу, чтобы вы не эскалировали конфликт. На мой взгляд, вы как-то вот подливаете масло в огонь, я не говорю, что вы не бравы, я не говорю, что вы, ну, что вы поступаете как-то неверно, я не хочу этого сказать, но я хочу сказать, что, что вы не, ну, что вы не снимаете конфликт. Что вы его, скорее, просто еще, ну, еще больше, ну, повышаете, да, еще больше увеличиваете его, вот. Это то, что я могу вам совершенно точно сказать сейчас, на данный момент, вот. То, что вы не помогаете своей девушке определиться, вы не выступаете для нее, а каким-то, знаете, маяком. Я не говорю, там, опорой или что-то таким, это было бы неправильно, но именно маяком будет для нее не выступать, не выступает. Это, ну, большая, большая проблема. Потому что, если девушка сейчас не знает, чего хочет, то, куда ей там полует, туда она и будет направлена, вот. Ну, можно ли это, опять же, именить, как бы, нет, но решать вам, вот. С учетом тех переменных, которые неизвестны нам, и с учетом того, что лично у меня нет понимания, что происходит лично с вами в целом, вот. Ну, я, как бы, думаю, что можно вам порекомендовать только более такую вот, ну, более уже примитивную, более корректную, наверное, беседу, вот. Для того, чтобы счетче, лучше и вполне разобраться в ситуации и, уже разобравшись в ней, делать какие-то выводы относительно того, что, ну, значит, что с вами происходит, вот. И, соответственно, как дальше себя вести, вот. Так, какая штука. Вот. На этом все, в принципе, я надеюсь, что мой ответ был вам поведен, надеюсь, что выйдет сюда, ну, сделает выводы, вот. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Спасибо. Спасибо.